Привет, друзья! Это программа Эх, дороги! Я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Поехали! Друзья, я сегодня нахожусь на улице Трамвайная, около, ну так скажем, при выезде, да, с микрорайона Парковой. Мы все прекрасно знаем, как за последние годы изменилась проезжая часть, как расширили. Тут, конечно, масштабная реконструкция, ремонт продолжается, и как раз об этом и поговорим. Дело в том, что из-за ремонта пока нельзя ехать автомобилистом прямо, поэтому нужно перестраиваться, и там уже дальше движение в один ряд. Здесь мы видим два знака. По словам местных жителей, еще несколько дней назад один был не занавешен. То есть прямо, прямо и направо, налево точнее, на улицу Вишерская. Так вот, у автомобилистов, кто едет со стороны Паркового, возникает логичный вопрос. А чья главная, тут потому что нет никаких знаков, что сужение, когда дальше, после перекрестка с Вишерской дорога, превращается в одну полосу. И тут часто возникают всякие разные трудности. Одна полоса, вот, прямо как раз автомобилисты по ней едут, которую завесили, потому что другая полоса, мы видим, что и тут и разметка, и многие поворачивают налево. В итоге, а если все едут прямо, а тут, мы знаем, бывает, по утрам и очень интенсивное движение, не могут разобраться автомобилисты, чье же все-таки преимущество. Ну, давайте попробуем найти какие-то логические ответы. Вот сейчас вот любопытно, автомобилисты многие поехали по правилам дорожного движения и все перестроились в крайнюю левую полосу. А тут автомобилист поворачивает, и в итоге водители в растерянности начали перестраиваться на ту полосу, которую завесили, и дальше уже двигаться прямо. Вот я о том и говорю, что сейчас здесь неудобно, а бывает так, что обе полосы едут прямо, и вот здесь вот у них, прямо вот на этом участке происходит затык, потому что они не могут понять, что здесь действует. Знаков никаких нет, что сужение полос, кто кому уступает, что тут действует, правила правой руки. В общем, друзья, на самом деле тут любопытная ситуация, можно наблюдать за ней. И мы вот даже вот сейчас вот видим, что многие, видите как, встают на крайнюю правую, которую завесили, и едут прямо, потому что они не хотят... Ждать, пока кто-то здесь будет поворачивать. Но и сейчас я обратил внимание, что здесь все-таки действует правило, кто наглее, потому что с крайней правой сейчас автомобилист ехал прямо, и с крайней левой так же он ехал, и он решил ему уступить дорогу. Вот такие вот здесь чудеса. То есть получается, что автомобилист на левой полосе посчитал, что тут действует правило правой руки. Ну, в общем, на мой взгляд, крайне аварийный участок, и я как понимаю, что в ближайшее время вот эту дорогу пока не откроют. Поэтому здесь, конечно, нужно как-то быть внимательными и разбираться. Более или менее, конечно, автомобилисты здесь разъезжаются, но я всегда говорил о том, что с мастерством пермских водителей вообще полный порядок. Но я все-таки обращаю внимание, что на этом участке многие теряются и начинают думать, потому что кто здесь кому уступает до сих пор. Вот даже лично мне, если честно, непонятно. Пишите комментарии в телеграм-канал. Не откладывая в долгий ящик, заходите в наш телеграм-канал и участвуйте в конкурсе. Все подробности в закрепленном сообщении и выигрывайте топливную карту. Ну, а прямо сейчас наша рубрика «Клуб нарушителей».